Если говорить о декрете, хочу еще раз конкретизировать. Декрет, который был подписан мною, касается одного случая или момента в истории нашей страны. Если, не дай бог, это произойдет. Вы знаете, какой этот случай? Только одного. И представьте ту ситуацию, исходя из опыта прошлого года, какова будет в результате ситуация в стране. Нетрудно спрогнозировать, я ее хорошо прогнозирую. И вот на этот период будет действовать декрет президента. Естественно, когда изберут нового президента и отпадет необходимость в подобном декрете. Он будет отменен новым президентом или же парламентом и президентом в зависимости уже от новой конституции, я надеюсь. Поэтому это декрет на один момент, если, не дай бог. Для чего? Для того, чтобы прежде всего вы, сидящие здесь, и те миллионы, которых нет здесь, но поддерживают нынешнюю политику, не беспокоились за свою судьбу. Мы все люди. И, естественно, у каждого есть дети, внуки и прочее. И наши недруги, в том числе, должны понимать, что таким образом дестабилизировать страну не получится. Некоторые тут переживали, что президент якобы не доверяет премьеру и так далее. Я не говорю нынешнему, допустим, премьеру. Слушайте, может быть, на должности премьера на тот момент любой человек. Но в данном случае, если говорить о премьере, что значит не доверяет? Отдельно прописано, что он является председательствующим на Совете Безопасности. И третий момент, подчеркиваю. Главный ведь вопрос тогда встанет какой? О выборах президента и стабилизации в стране. Но стабилизация будет зависеть от выборов нового президента. И вот этот вопрос должен решаться при участии губернаторов. Как и, возможно, другие, которые вы вынесете вопросы на заседание Совбеза. Без губернаторов мы не решим ни один вопрос в стране. Поэтому они с правом голоса, как и все члены Совета Безопасности. И будут голосовать по главному вопросу. Когда? В какие сроки будут проведены выборы нового президента? Они должны быть к этому причастны. Ну и еще одно. Этот декрет мне никто не советовал. Что, как, наоборот, пять раз его переписывали. Я принял решение, чтобы все решения Совбеза принимались тайным голосованием. Чтобы никто не давлел над мнением членов Совета Безопасности. Что тут не демократично? Что тут не так? Вот суть этого декрета. А интерпретировать его можно по-разному. Фантазий у людей хватает. Но я хочу, чтобы вы понимали, в чем суть этого декрета. Еще раз подчеркну. Это не значит, что мы его задействуем однозначно. Это только при одном случае. При покушении и гибели президента. Это только.